Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем Евангелие от Луки, Новый Завет Столкования, Ублаженного Фефилакта с комментариями. Номер 2. Луки 1, глава 21 по 23 стих. Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. Толкование блаженного Фефилакта. Видишь ли, как иудеи дожидались и оставались, пока вышел пересвященник. А мы, христиане, лишь вошли в храм, как и думаем уже, что с нами дурно случится, если мы не выйдем. Такое состояние было тогда точно так же. Захария делал знаки народу, вероятно, вопрошавшему о причине молчания. Но как он не мог говорить, то и объяснял ее знаками. Приметит то, что Захария не пошел в свой дом, пока не окончили дни его служения, но оставался в храме. Мог служить, как у нас тоже, глухо не разговаривает. Какое служение-то? Ни одного слова от него не слышно. А ходилом махал и больше ничего нет. Жертву приносил. Ибо Нагорная страна действительно далеко отстояла от Иерусалима. Да священнику, если бы он имел дом в самом Иерусалиме, не позволено было уходить во время очереды с двора храма. А мы, увы, как премерегаем божественными службами, что Захарий не мог говорить, а употреблял знаки, это указывает на неразумную жизнь иудеев. Иудеев, а я ни при чем. Ибо умертвие слово, они не могут дать отчета ни в делах, ни в речах своих. Если даже спросить у них о чем-нибудь пророческом, то они не отверзают уст и не могут даже тебе ни слова не ответить. Это православные, как раз сегодня такие есть. Комментарий Игнатия Лапкина. Нет более темных людей на земле, как православные люди. Пастыри заморили их. Они их не кормят и не учат самих добывать пищу себе. И о чем бы ни спросили из Писания, те, кто посещает православные храмы, никто ничего не знает. И этим приносит огромный вред Церкви Христовой, как говорит святой Афанасий Александрийский. Слово же Божие повелевает изучать Библию, чтобы мы могли ответить на любой вопрос, который нам зададут друзья или недруги. 1 Петра 3.15 Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчет в вашем уповании дать ответ скротостью и благовением. Колоссянам 4.6 Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Дабы знали, как отвечать. Прямое показание. Православные ничего не знают. 20 человек вышли, я им рассказываю. Теперь начинают спрашивать, ни один не знает. И в Москве такое же состояние. И священникам не стыдно ничего. Представь, в школе учится человек 5-6 класс, не прибавит, не отняет, ничего не знает. Неужели священникам выгодно иметь такую темную, необразованную массу? Неужели им не стыдно, что при встрече с любым сектантом от его паспорта остается даже праха? Не остается даже праха. Луки 1, глава 24 по 25 стих После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев и говорила, «Так сотворил мне Господь в одни сие, в который призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Толкование Елисавета, будучи целомудренно, стыдилась и зачав старости, таилась 5 месяцев, пока зачала и Мария. Когда же сия Мария зачала и младенец сыграл во шребе ее Елисаветы, то она уже более не таилась и даже держала себя смело, как мать такого сына, который прежде рождения свое почтен был достоинства пророка. Луки 1, глава 26 по 30 стих В шестой же месяц послан был ангел, говорил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обреченному мужу именем Иосифу, из дома Давидова. Имя же деви – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенно ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ты обрела благодать у Бога». Толкование. В месяц, в шестой, считая от времени зачатия Иоанна, говорит, что дева обречена была мужу из дома Давидова, чтобы показать, что Иоанна происходила из Давидова же рода. «Ибо был закон, чтобы обе половины в браке были из одного и того же рода, и из одного и того же колена». Числа 36, глава 6 по 9 стих. «Поскольку Господь сказал Еве, «В болезни будешь рождать детей, бытие 316, теперь эту болезнь разрешает та радость, которую приносит деве ангел, говоря, радуйся благодатная». «Поскольку Ева была проклята, Мария теперь слышит, благословенно ты». Мария расслышала о приветствии, каково оно? Не гнусно ли и порочно, каково обращение мужчины к девице? Или божественно, так как присутствие упомянуто и о Боге «Господь с тобою». Ангел, во-первых, успокаивает сердце ее от страха, чтобы она приняла божественный ответ в невозмутимом положении, ибо в состоянии смущения она не могла бы должным образом выслушать имеющее сбыться». Вот, когда ты считал, сколько слов, столько остановок. «Ибо в состоянии смущения она...» Ну, прочитай вот это вот, от «Ибо» до сюда, на одном дыхании. «Ибо в состоянии смущения она не могла бы...» «Не могла бы должным...» «Сейчас скажи, не могла, а что «бы» не могешь прочитать? Почему споткнулся на «бы»? Снова считай. «Ибо в состоянии смущения она не могла бы должным образом выслушать имеющее сбыться». «У тебя все нормально получается?» «Ну, это сложно просто для меня». «Не сложно». «Мне не хватает дыхалки». «Старайся, проси у Бога милости». «Прошу». «Потом, как бы, в изъяснении вышесказанного слова, благодатное, говорит, «Ты обрела благодать у Бога». «Ибо быть облагодействием, значит, получить благодать у Бога, то есть угодить Богу». «Но это счастье общее, ибо и другие многие получили благодать у Бога, а приносимое Мария приветствие не идет еще никому». Луки 1, глава 31 по 33 стих. «И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь имя ему, Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иаково вовеки, и царства его не будет конца». Толкование. «И вот зачнешь. Этого преимущества не удостоилась еще никакая другая дева», сказал во чреве. «Этим показывается, что Господь существенно воплотился из самых ложественных девы. Пришедший для спасения нашего рода, справедливо назван Иисусом, ибо имя сия в переводе на греческий язык означает «спасение от Бога». Иисус по толкованию значит «спаситель», потому что и спасение называется «иао». «Слыша о престоле Давида, не подумай о царстве чувственном, но разумея о божественном, которому он царился над всеми народами божественной проповедью». Дом Иакова. Суть уверовавшей как из евреев, так точно и из других народов, ибо таковы, собственно, суть Иаков и Израиль. Как же говорится, что он воссел на престоле Давидову? «Слушай». Давид был меньшим между братьями своими, и Господь был в презрении и поношении, как любящий есть и пить вино и сын плотника, и в бесчестии даже у своих братьев, сыновей Иосифовых. Ибо и братья его, сказано, не веровали в него. Иоанна 7, 5. Давид, несмотря на благотворительность, был гоним, и на Господа творящего чудеса клеветали и бросали камни. «Принял духовное царствование, которому не будет конца. Ибо царствованию Христову, то есть благопознанию христианству, не будет конца. Ибо мы и в гонении сияем благодатью Христовой». Луки 1, глава 4, 34-35 стих. «Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего сенит тебя. Посему и рождаемость святой нарочется Сыном Божиим». Толкование. Дева сказала, «Как будет это?» Не потому, что она как бы не поверила, но потому, что она, как мудрая и разумная, желала узнать образ настоящего события. Ибо ничего подобного не было прежде всего, и в ней после всего не будет. Поэтому и ангел прощает ей и не осуждает, как Захарию, но еще объясняет образ события. Захария справедливо осуждается. Он имел много примеров, так как многие неплодные рождали, а Дева не имела ни одного примера. Дух Святой, говорит, найдет на тебя, устрояя утробу твою плодоносной и созидая плоть для единосущного слова. «И сила Всевышнего, Сын Божий, ибо Христос есть сила Божия». 1 Калифином 1 глава 24 стих. «Осенить тебя, то есть покроет тебя, окружит тебя со всех сторон. Ибо как птица осеняет совершенно своих птенцов, накрывая своими крыльями, так сила Божия объяла Деву совершенно. Сие значит осенить. Почему и рождаемое святое, то есть растущее в утробе, твоей постепенно». В утробе твоей постепенно. Тут разрыва никакого нет. Ну, считай снова. То есть растущее в утробе твоей постепенно. То есть растущее в утробе твоей постепенно. Ты боишься просто, страх у тебя какой-то. А считаешь нормально, давай. А не вдруг явившись в совершенном виде. Смотри, как указал и на Святую Троицу, поименовав Духа Святого, силу Сына Всевышнего Отца. А ты понял, что после Всевышнего Отца, что он говорит? Поименовав Духа Святого, силу Сына, а Всевышнего Отца. Это совершенно разный смысл. Люди-то слушают. Одно тире указывает. Это трудно далось перевозчикам, но они перевели, а мы прочитать не хотим. Луки 1, глава 36 по 38 стих. Вот Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессидным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Сероба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Толкование. Быть может, иной недоумевает, как Елисавета была с родницей Деви, когда Дева была из колена Иудина, а Елисавета из дочерей Аароновых. Ибо закон требовал, чтобы браки были из одного и того же колена, а потому и родство находилось между происходившими из одного и того же колена. На это можно сказать и то, что со временем плена роды смешались, а лучше следующее. Аарон имел жену Елисавету, дочь Аминодава, а сей был из колена Иудина. Видишь ли, что Богоматерь была с родницей Елисаветы с самого начала, а то Аарона. Поскольку жена Аарона происходила из колена Иудина, из которой была и Богоматерь, а Елисавета была из дочерей Аароновых, следовательно, Елисавета с родницей Богоматери. Ибо праматерь ее, жена Аарона, была из колена Иудина. Смотри на преемство родства. Жена Аарона, Елисавета, и жена Захарии, Елисавета, как от нее происходящее. Сей раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Гавриил, значит, человек Божий, Мария, госпожа, а Назарет, освящение. Поэтому, когда Бог имел соделаться человеком, прилично посылается Гавриил, который означает человек Божий. Да и приветствие совершается в святом месте, то есть в Назарете, ибо где Бог, там ничего нет нечистого. Луки 1 глава с 39 по 42 стих Встав же Мария в Аднисии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елизавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграла младенец во чреве ее, и Елисавета исполнила святого духа, и воскликнула громким голосом, и сказала, «Благословен ты между женами, и благословил чрево твоего толкования». Дева, услышав от Ангела, что Лисавета зачала, поспешила к ней, частью радость благополучия сродницы, а частью, как весьма благоразумная, желая окончательно увериться в том, истину ли сказал и вишевший ей, чтобы по справедливости сказано о Лисавете не сомневаться и в касающемся ее самой. Ибо хотя она и надеялась, но все же боялась, чтобы как-нибудь не обмануться. И это не по неверию, но по желанию точнее узнать дело. Захария жил в Нагорной стране, поэтому Дева туда и спешит. А Иоанн, получив некоторые особенно дарования перед прочими людьми, играет в утробе матери, почему он и больше пророков. Матфея 11 глава 9 стих. Ибо они пророчествовали после своего рождения, а Он удостоился такого дарования, будучи еще в утробе матери. Смотри, Дева приветствовали совету, то есть сначала речь с ней. Начала. Начала речь с ней. Итак, голос Девы был голос воплощающегося в ней Бога, А потому Он и предтечу удостоил благодати еще в очреве и садил пророкам. Ибо пророчественные слова Елисаветы к Марии были слова не Елисаветы, а младенца. А уста Елисаветы только послужили Ему, подобно, как и уста Марии послужили сущему в утробе ее, Сыну Божию. Ибо Елисавета тогда исполнилась духом, когда младенец взыграл в очреве. Если бы младенец не взыграл, она не пророчествовала бы. Как о пророках говорят, что они прежде приходили в выше естественное состояние и вдохновлялись, а потом пророчествовали. Так может быть и Иоанн, как бы вдохновившись, прежде взыграл, потом устами матери пророчествовал. Что же пророчествовал? Благословенно ты между женами. Потом, поскольку многие святые жены рождали недостойных детей, например, Ревека и Сава, говорит, и благословен плод чрева твоего, благословен плод чрева твоего, то есть ибо плод чрева твоего, Бог, так как один Бог благословен, как и Давид говорит, благословен грядущий, Псалом 117, 26 стих, называет Господа плодом чрева Бога Матери, потому что зачатие было без мужа. Прочие младенцы суть рождения отцов, а Христос плод одной утробу Бога Матери, ибо она одна понесла его. Луки 1, глава 43-45 Иоанн откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос привестия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного чрева моего, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. Толкование. Как впоследствии, когда Христос пришел креститься, Иоанн возбранял ему из благовения, говоря, я недостоин. Матфея 3 глава 14 стих Так и теперь, вещая через свою Матерь. Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Именуя чревоносящую Матерью, прежде чем она родила Господа. Прочих жен, прежде чем они родят, не принято назвать матерями, из-за опасения неблагополучных родов, то есть извержения. А относительно Девы такого подозрения никак не было. Мария. И прежде чем ты родила, ты мать и блаженна, потому что поверила, что будет исполнение сказанного тебе Господом. Луки 1 глава 46 по 50 стих. И сказала Мария, величит душа моя Господа. Величит, ну вообще-то величит. То же мы поем в церкви, величит душа моя Господа, величит. Такого слова и сказала Мария. Это в церкви все время поется. В каждом богослужении величит душа моя Господа, где счастнейшую херем считают. Величит душа моя Господа, и возразовался дух мой о Боге, спасителе моем, что презрел на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать мне все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его, и милость его в роды родов, боящимся его. совершенно уверенно в истине предсказанной ей славословит Бога, приписывая чудо не себе, а ему, ибо он, говорит, презрел на меня смиренную, а не я возрел на него, он явил мне милость, а не я его взыскала, и отныне будут ублажать мне все роды, не одна или совета, но и роды верующих. За что же ублажать? Неужели за мою добродетель? Нет, но за то, что Бог явил надо мной величие. Наименовала его сильным, чтобы всякий верил словам ее, принимая во внимание, что Господь силен сделать это. Имя его назвала святым, чтобы показать, что чистейший, зачинаясь в утробе жены, нисколько не скверняется, но пребывает свят. Не ко мне одной милости его, но и ко всем боящимся его, ибо не боящиеся его, но совершенно недостойные не получают милости. Сказав, что милость Божия в роды родов указала на то, что боящиеся Бога милость получают и в нынешнем роде, то есть нынешнем веке, и в будущем роде, то есть бесконечном веке, ибо и здесь получают во сто крат, а там еще более. Матфея 19-29 Величает Бога тот, кто ходит достойно Бога. Ты называешься христианином. Не умаляй же достоинство и имени Христова через недостойные дела, но величай оно через совершение великих и небесных деяний. Тогда и Дух Твой возрадуется, то есть духовное дарование получено тобой через великие дела взыграет и благоуспеет, а не сократится и так сказать умертвиться. Знай и то, что Писание по-видимому просто называет Духом и Душой одно и то же, но собственно оно различает, ибо оно называет душевного человека того, кто живет по естеству и руководится человеческими помыслами. Например, в случае голода ест, врага ненавидит и вообще ни в чем не представляется возвышающим над естеством, а духовно называет того, кто побеждает законы природы и не мудрствует ни о чем человеческом. Таково в Писании различие между душой и духом. 1 Калифина, 2 глава, 14-15 стих, Галатам 6-8. Быть может, врачи различают их иначе, но нам нужно внимать Писанию, а врачи пусть заблуждают. Комментарий Игнатия Лапкина. Любой сектант, еретик, узнавший о том, что мы убеждаем пастыри проповедовать Слово Божие, любить Библию, даже и не поймет, как это может быть. Нам нужно внимать Писанию. Тот, кто не внимает Писанию, тот варится в собственных мыслях, и вера и вера называлась правильной, но в действительности такая вера не имеет никакого отношения ко Христу, и такая вера никогда не приведет к Царствию Божию. Нам нужно слушать Слово Божие и искать малейшую возможность преклонить ухо к тем, от кого мы можем узнать истинное толкование Писания, чтобы не сделать добычу хищных зверей. Нам нужно внимать Писанию. Любое заблуждение, ошибка даже у врача, может стоить временной жизни, ибо невнимание Писанию лишает человека возможности превратиться из мертвого пса в живого человека и в Сына Божия. Где нет проповеди, нет внимания Священному Писанию, там нет жизни, но поле мертв мертвых костей павших животных, то есть скотомогильник. Когда был убит Ильяна Ступник, то с неба послышался голос, пало мерзкое животное. Те, кто не внимают словам Писания, уподобляются демонам, говорит Иринарх Ростовский, нам нужно внимать Писанию. И во всем этом, что не слышится голос Божий через проповедь, виноваты пастыри. Господь открыл мне, что будет время, кавычки открытых, что когда архиереи, земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте, и зато гнев Божий поразит их. Три дня стоял я, просил Господа помиловать их, и просил лучше лишить меня убогого Серафима, Царства Небесного, нежели наказать их. Но Господь не преклонился на просьбу убогого Серафима и сказал, что не помилуйте их, ибо будут учить учениям и заповедям человеческим. Сердца же их будут отстоять далеко от меня. Серафим Хиегова вечный и неизменный вынес приговор всему русскому священству и показал причину его неутихающего гнева на них, что они поставили свои слова на место Божьих слов. Своими семинариями, академиями, защитами кандидатских, магитистерских и докторских, в которых нет живого слова, но разлито море человеческих вымыслов, основанных не на Божьем Слове, они затмили ясно Слово Божие, как плосеницей. Нам нужно внимать Писанию. Им нужно дорасти до той ступеньки, где душа искренне воскритнет. Псалом 118, 113 стих. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. И как заклинания произнесут, избирая Бога и Библию, единственного Бога и Библию, и ничего кроме Бога и Библии. по толкованию святых отцов Вселенской Церкви. Нам нужно внимать Писанию. Иоанн Златоуст неоднократно повторяет, что большая часть священников погибает и погибает за то, что не следует священного Писания. Нам нужно внимать Писанию. Писанию. Писание Толкование Толкование Мыш 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 отца сын. Итак, Бог и Отец в Сыне Своем явил власть и силу над природой, ибо при воплощении Сына природа побеждена. Дева родила, Бог соделался человеком, а человек Богом. Господь рассеял надменных бесов, изгнав их из душ человеческих и послав одних в бездну, а других свиней. Можно разуметь и об иудеях, которых рассеял по всей стране и которые поныне в рассеянии. По всякой стране. Не изложил сильных престолов, то есть бесов, которые господствовали над людьми и в душах человеческих имели престолы, покоясь них. Но и фарисеи суть сильные, как похихители, принадлежащие бедным, и как учители, имеют престолы, с коих они не изложены. Вознес смиренных людей или язычников, коих грех смирил, вознес их, даровав им сыноположение, подобно как и алчищам, тех же самых, то есть язычников, ибо они не имели писания, закона или заповеди, исполнил благами от писания, а иудеев, богатящихся законом и заповедями вышло вне Иерусалима, горного и дельного, лишенного всякого блага, ибо евудеи ныне не имеют ничего, хотя и кажутся имеющими. Воспринял Израиля отрока своего, говорится или о чувственных израильтянах, ибо многие десятки тысяч из них уверовали и исполнились обетования бога Аврааму, сказавшего ему, и благословлятся в тебе все племена земные, бытие 12 глав 30 стих, или говорится об Израиле духом, ибо всяк видящий бога называется Израилем, так как имя сие означает «видящий бога». Итак, воспринял сих видящих бога, возведя в небесное наследие. Мария прибыла с Лисоветой около трех месяцев, потом возвратилась. Поскольку Лисоветой имела родить, то Дева удаляется ради множества имевших собраться к рождению, ибо Деве неприлично находиться при таких обстоятельствах. А из того, что Дева возвратилась при наступлении для Лисоветой времени родить, видно, что ангел принес Марии в шестой месяц о зачатии предтечи. До Марии пребывали советы около трех месяцев, вот почти и девять месяцев. это Иоанн Златоуст высчитывает Рождество. До Иоанна Златоуста никто Рождество не отмечал, а просто отмечали с крещением вместе. Ну а когда, в какое время? Ну евреев известно, когда первосвященник приносит жертву. Это указано. Почему он решил, что Захарий первосвященник, непонятно. Теперь, он когда вышел оттуда, закончил череду, во сколько, тоже непонятно. Теперь пришел домой, с женой переспал, и она зашила именно в эту же ночь. И почему он, может быть, он через неделю с женой был. Ну все это надуманно, но примерно все-таки где-то в это время было. В январе, не в сентябре. Даже на этом как. Так. Все. Все уже? Да, все. Ну слава Богу.